С нами Федор Малыфин, капитан Витязя, но когда капитан забивает, команда выигрывает, особенно дублем. Ну, получается сегодня так, да. Дублей еще не было в этом году, поэтому сегодня так вышло, да. Ну что самое сложное было в игре? Наверное, третий период, выходим, проигрываем и забиваем дважды. Ну, вся игра была очень непростая с первых до последних смен. ЦСКА очень быстрая, мобильная, техничная команда, лидер нашего чемпионата, да, и с ними всегда играть непросто, но интересно. Вот, мы сегодня хотели очень победить, да, мы старались, не все у нас там получалось, были моменты, но в целом, да, мы смогли в третьем периоде, наверное, переломить ход игры. В первую очередь, то, что начали больше угрожать воротам соперника, потому что за второй период было всего три броска. Пошли голы, вот, и, ну, здорово, что немножко недотерпели в основное время, но здорово, что выиграли в овертайме, самое главное, два очка взяли. В овертайме сошлись две команды, которые любят менять вратаря, и едва Витязь выиграл вбрасывание, тут же сменился Игорь Сапрыкин. Ну, тут можно сказать, что взяли их, взяли ЦСКА их же оружием, поэтому они были, скажем так, ввели это, первыми были в этом сезоне, да, поэтому мы их сегодня взяли их же оружием. Ну, отдельное спасибо вратарю, как всегда, Игорь Сапрыкин на высоте. Да, Игорь красавец, просто молодец, сегодня тоже очень много сделал сейвов нужных, важных, поэтому всех болельщиков с победой. Сколько их приехало сегодня? Да, болельщикам огромное спасибо за поддержку, вот, их всех с победой, всех с праздником, с Рождеством Христовым, поэтому мы готовимся дальше, нас сегодня с победой.